Приветствую вас, Татьяна. Давайте разберём ответ на ваш вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что это будет вам полезно, я надеюсь, что вы для себя вынесете что-то новое из этого. Смотрите, в первую часть бросается в глаза то, что вы говорите о своей ревности, точнее о своей ревнивости. То есть вы говорите, что вы ревнивый, вы говорите, что вам неприятно слышать там что-то про его бывшую жену. Значит, вот. При этом, при этом, вы, на мой взгляд, преподносите ситуацию так, как будто бы ваша ревность, или можно сказать лучше ваша ревнивость, ваша ревнивость. Что-то нормальное, что-то естественное, что-то такое, что само собой разумеется, вот. Хотя, безусловно, это не так. То есть, тот факт, что вы ревнивы, свидетельствует о том, что вы не уверены в себе. Тот факт, что вы ревнивы, свидетельствует о том, что вы не уверены в себе, что вы боитесь, например, что, ну, к примеру, да, что ваш мужчина вас бросит там и так далее. Вот. И ревность, это ревнивость, точнее, это одна такая большая сфера, над которой вам нужно работать, потому что здесь завязано много смежных сфер вашей жизни, таких, как, например, самореализация, вот, значит, значит, уверенность в себе, страх одиночества, то есть, это, ну, по сути, это вот такое, да, непринятие себя, вот, ну, так сказать, человек боится одиночества, значит, он не принимает себя таким, вот, какой он есть, не получается у него это сделать, вот, значит, негативный опыт измен, то есть, возможно, какие-то травмы в прошлом, связанные с изменами, вот, либо у вас, соответственно, либо опыт связанный с родительскими отношениями, вот, но тем не менее, тем не менее, а вот эти моменты нужно разбирать, как и ваше отношение в том, к сексу тоже. То есть, ревность, это то, на что обязательно нужно обратить вам свое внимание, вот, ревность, это то, куда вам нужно смотреть, ревность, ревность, это то, на что стоит обратить внимание, вот, в первую очередь, конечно, это заниженная наценка, вот, и сравнивание с себя, вот, а вы видите ревность, точнее, ревниво свою при партнете, как абсолютно нормальную такую историю, да, как абсолютно естественную историю, нет, это, это не так, это не так. Дальше, значит, вы пишете о том, что мама, значит, говорит вам достаточно неприятные вещи, я очень хотел спросить у вас, чем они, чем конкретно эти неприятные вещи вас задели? То есть, почему вам неприятные вещи, вы говорите, у меня щелка, слезы и так далее. То есть, вы вот не пишите, сколько вы встречаетесь с мужчиной своей, вот, но, на мой взгляд, очень вы не уверены в себе и очень вы не уверены в мужчине. То есть, у вас есть проблема с доверием, у вас есть проблема с доверием. Проблема с доверием, если и когда она присутствовала, связана с перекладыванием на человека ответственности за себя, например, за свои чувства, например, за свои переживания, например. Вот, и некую такую акцентированную нуждаемость в молодом человеке. Ну, то есть, вот вы, грубо говоря, нуждаетесь в своем молодом человеке, нуждаетесь в нем достаточно сильным. Фильм. Вот. Вот. Вот это вот мне кажется, это мне кажется одним из ключевых и важных моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Вот. Что касается того, что вы не хотите быть второй, как вот вы озвучили, то здесь имеет место быть соперничество, и имеет место быть достаточно болезненное, на мой взгляд, соперничество, вот, то есть вы, возможно, боитесь именно соперничества, вы, возможно, переживаете именно из-за соперничества, вот. Ну, боитесь проиграть, вот, боитесь, в общем, сталкиваться, сталкиваться в каком-то, ну, в каком-то конфликте с другими женщинами, вот. В частности, это происходит, очевидно, с женой, бывшей женой, мужчиной, то есть вы даже, вот, не видя ее, не зная ее, да, вы по сути, ну, боитесь, боитесь ее. Ну, вот, в общем-то, это показатель. Вот, это показатель. Вот, это показатель, это довольно, довольно серьезный показатель. Вот, показатель того, что вам не по себе, вот, от этой стороны. И, соответственно, что вы как-то вот переживаете, что вы как-то вот волнуетесь, что вы боитесь чего-то. И, соответственно, опять же, понимаете, то есть мне кажется, вот, что этот момент также нужно поисследовать. Этот момент нужно также разобрать, рассмотреть вам. Вот. Потому что он важен, этот момент. А дальше уже будет видно, как поступать и что. Я думаю, что отношение сына с матерью вас не касается. Я думаю, что человек, в смысле ваш молодой человек, он поступил адекватно. Вот. Я так думаю, он поступил корректно, потому что, ну, нужно было защищать вас, он это сделал. Вот. Он, в этом смысле, он молодец. То, что вы сомневаетесь в себе, то, что у вас есть вот такой, ну, такой элемент неуверенности и так далее, и так далее. Это не имеет отношения к текущей ситуации. Вообще это не имеет отношения к тому, что произошло. Это, скорее всего, ну, подобная неуверенность, скорее всего, была у вас ещё раньше, до того, как это всё произошло и до того, как это всё случилось. Вот. Я так думаю, по крайней мере. Вот. Значит, примерно так я мог бы ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам. Сейчас я ещё раз перечитаю ваш вопрос. Так. Значит, эээ, так, эээ, она сказала ей дословно так, эээ, она написала мужу, я не хочу быть второй, чтобы меня остыскали за спиной и строили такие вот козни. Смотрите. Эээ, значит, про вторую я уже сказал, да, насчёт второй… Что касается обсуждения вас за спиной, значит, что касается вас за спиной, то здесь вы не сможете ничего изменить, в принципе. Вот, потому что люди будут обсуждаться, они будут обсуждаться, они будут просто, ну, просто такие люди, они будут обсуждаться. Это нормально, это нормально. Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, как вы реагируете на это. Вот в чем вопрос. Мне кажется, что вы реагируете на это нехорошо и вас это вызывает. Вот разобраться с тем, почему вас это вызывает, можно и нужно. Если у вас есть такое желание. Разобраться с тем, почему вас это вызывает, можно и нужно. Вот. Вот так можно ответить вам на вопрос. Я надеюсь, что это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Если вы пишете, я не знаю, как мне дальше себя вести, как вести, чтобы что, как дальше поступать, чтобы что. В первую очередь надо разобраться со своих чувствах и страхах, а дальше уже будет видно. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok